Песня «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Бладе Господи» Иисус, мир святой наш, приобретает и чистется, Матери Всех Святых, помилует и спасе нас,sters и как благ и человека любит. Песня «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй». И спросили его ученики его, как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде. Евангелие от Матфея, 17 глава. Итак, ученики узнали об этом не из Писания, но им открыли книжник. И молва об этом носилась в простом народе, как и о Христе. Писание говорит о двух пришествиях Христа. О бывшем и будущем. И Павел, указывая на оба пришествия, сказал, «Явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестия и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Послание к Титу, 2 глава. Вот одно пришествие. Послушай, как и о другом говорит. Сказавшие эти слова, он превосокупил, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и спасителя нашего Иисуса Христа. Так же и пророки о том и о другом упоминают. Они говорят, что притечью одного из них, именно второго, будет Илья. А первого был Иоанн, которого Христос называет Ильёй. Не потому, что бы он был Илья, но потому, что он совершил служение Его. Как Илья будет притечью второго пришествия, так и Иоанн был притечью первого пришествия. Но книжники, сливая то и другое и развращая народ, упоминали пред народом об одном только втором пришествии. И говорили, что если этот Христос, то Илья должен притворить Его своим приходом. Потому и ученики говорят, как же книжники говорят, что Илье надлежит прийти прежде. А то по той же причине фарисеи посылали к Иоанну и спрашивали, что же ты, Илья? И вовсе не упоминая о первом пришествии, какой же ответ дал Христос? Илья точно придет тогда, пред вторым моим пришествием. Но и ныне пришел Илья, называя этим именем Иоанна. Этот Илья пришел. А если ты спрашиваешь о Фесфитине, то он придет. Потому и сказал, Илья должен прийти прежде и устроить все. Что такое все? То, о чем сказал пророк Малахия. Пошлю к вам Илью, пророка, и он обратит сердца отцов к детям, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием. Из пророка Малахия, 4 глава. Видишь точность пророческого изречения. Аминь. Аминь. Спасибо. Спасибо.